Штилиц идёт по коридору. По какому коридору? По нашему коридору. Штилиц идёт по нашему коридору. А куда он идёт? Сравнения, конечно, утрированные, но именно такой секретностью был обставлен первый за четыре с лишним года визит президента России в Чувашию. Чиновники республиканских ведомств в рабочих разговорах о приезде вместо имени использовали кодовое слово «король лев». Секретность визита привела к тому, что даже перед самым проездом кортежа некоторые люди не были осведомлены о высочайшем госте. Я слышал, что кто-то должен приехать, но точно я не мог сказать. Приезжает преподаватель Казанской консерватории, солист и оркестра «Ля Примавера». Однако то ли спецслужбы не доработали, то ли народ у нас такой, но большинство людей уже знало о причинах шумихи на улицах. Путин приезжает к нам. Президент Путин, сказали. А что стоили здесь ждете? Ждем вот. Можно на кортеж посмотреть? Можно посмотреть, можно проедет, нет. Ну, занятия отменили в школах, в техникумах, в университетах, в институтах. Вон и карусами понавозили их, как это, как его. Ну, как обычно, как застойно было, показывают. Обычно бойко расхваливающие горячие пирожки бабули у детского мира куда-то исчезли. На каждом перекрестке дежурили минимум двое милиционеров. Людей в штатском наверняка тоже было немало. Возможно, и в этой толпе они присутствуют. Постоянно работала снегоуборочная техника. Ни о каком нарушении правил дорожного движения в эти минуты не шло и речи. Даже набившие оскомину маршрутки чинно ездили гуськом по крайней правой полосе. Вчера в город администрации собрали их владельцев и посоветовали не вести себя, как обычно, а особых лихачей вообще не отправлять на маршрут. Официально информировали нас документально, чтобы правила соблюдали, все, как по-настоящему соблюдалось. Бумажку выдали, подробности каждому водителям. Ближе к центру города концентрация милиционеров на один квадратный метр достигла максимума. Они, казалось, охраняли каждый столб, каждое дерево, каждый киоск. Чебоксары превратились в военный городок. Вот-вот должны были начать перекрывать дорогу, чтобы обеспечить проезд кортежа. Несмотря на небольшой снегопад, улицы города сегодня выглядели как никогда чисто. Как от машины людей, так и от снега и льда. В общем, последствия катастрофического снегопада двухнедельной давности наконец-то устранены. Остается только гадать, какое количество снегоуборочной техники было бы выведено на улицы и как быстро их бы очистили от снега и льда, если бы снегопад случился не 29 января, а сегодня. Приезжайте почаще, Владимир Владимирович. Снимать сам кортеж нам настоятельно не рекомендовали. Намекая, что между разворотом камеры в его сторону и метким выстрелом снайпера не пройдет и секунды. Интересно, что стало с оператором, который снял эти кадры. Андрей Иванов, Николай Евстафьев. Время новостей. Продолжение следует... Продолжение следует...